Всем привет! Сегодня буду печь очень полезный хлеб на закваске с добавлением полбяной муки. Снотоки говорят, что употребление полбяного хлеба приведет наш организм к крепкому здоровью и активному долголетию. Если, конечно, у вас нет противопоказаний к продуктам из полбы. Специально для выпечки хлеба я купила гималайскую соль. Прочитала, что эта соль очень полезная. Для этого хлеба нам понадобится 1 чайная ложка гималайской соли. Добавляем 2 чайные ложки сахара, желательно тростникового. Выкладываем 2 чашки полбяной муки. Объем чашки у меня 250 мл. Добавляем 1 чашку манной крупы. Также нам понадобится пшеничная закваска опара. Она у меня уже готова. Созревала закваска опара примерно часов 8 при температуре в помещении 25-26 градусов по Цельсию. Для этого хлеба необходимо 2 полные чашки закваски опары. Объем чашки 250 мл. Все перемешиваем. Добавляем 350 мл. воды комнатной температуры. И опять все перемешиваем до получения однородной консистенции, примерно как очень густая сметана. Тесто накрываем и оставляем на расстойке при комнатной температуре часов на 8-12. В зависимости от того, какая у вас температура в помещении. Если температура ниже 25 градусов по Цельсию, то оставляем на расстойке на 12 часов. Вот так выглядит тесто после расстойки. Тесто увеличилось в объеме раза в 3. Бористое, хорошо пружинит. Выкладываем в полученное тесто 3 чашки белой пшеничной муки. Объем чашки 250 мл. Замешиваем тесто сначала с помощью кулинарной лопатки или деревянной ложки. Затем переходим к замесу руками. И когда тесто сгруппируется в колобок, можно уже его выложить на рабочую поверхность. Тесто достаточно мягкое, липкое. Поэтому щедро присыпаем его мукой. И продолжаем замес до тех пор, пока тесто не станет гладким, упругим и практически не будет липнуть к рукам. Придаем тесту круглую форму. Немного присыпем тесто мукой, а затем разделим его на 2 равные части. Каждую часть округляем. Это будут заготовки нашего будущего хлеба. Перекладываем заготовки на пергамент. Делаем на заготовках небольшие разрезы. Продольные, крестообразные, поперечные. Это по вашему желанию. Вместе с пергаментом отправляем заготовки в круглые корзинки для расстойки. Заготовки обязательно накрываем и оставляем на расстойке до 1,5 часов при температуре в помещении не ниже 25 градусов по Цельсию. За время расстойки заготовки должны несколько увеличиться в объеме, минимум в 1,5 раз. Перед выпечкой смазываем заготовки яичным белком. Это делается для того, чтобы верхняя корочка у готового хлеба была не только красивой, но еще и мягкой. Выкладываем наш будущий хлеб на пекарскую лопату или плоскую доску. И отправляем в хорошо разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию минут на 40-50. Время выпечки определяйте, исходя из особенностей вашей духовки. Выпеченный хлеб остужаем на решетке. Вот такие красавчики. Глаз просто не нарадуется. Хорошо пропеченные со всех сторон. Вот такой цвет хлебу придает полбинная мука. Хлеб легкий, ароматный. Очень приятно держать его в руках. Хлеб остыл и теперь пришло время посмотреть, что там у нас внутри. Мелко-пористый мякиш. Аромат такой, что просто слюнки текут. Мякиш упругий. Хлеб нарезаем и можно подавать его к столу. Это хлеб на каждый день. Идеален и для первых блюд, и для вторых, и для бутербродов. Плюс ко всему хлеб полезный, экологически чистый. Потому что полба не переносит в наличие в почве химических соединений и минеральных удобрений. Поэтому в ней не содержится вредных нитратов и канцерогенов. И еще я о полбе прочитала вот такую вот интересную информацию, которая меня просто потрясла. Полба была единственной культурой, которая после атомной катастрофы в Чернобыле осталась невосприимчивой к излучению. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне это будет очень приятно. Приятного аппетита и отличного настроения!